Ренодастер Ренодастер Всем привет, друзья! Ренодастер Ренодастер Такая симптоматика При старте один удар Металлический Звонкий Бывает глухой При торможении один удар Может быть что-то с подвеской Но может быть что-то и не с подвеской Значит сейчас покажу Что я здесь заметил Вот он наш кардан Вот он наш кардан Сейчас смотрим Вот я держу И вот сам кардан Видите? Это должно быть видно на камере Машина проехала Машина проехала 120 тысяч Ну и кардан Так же крестовинку Это дело зацепило Стандартная болячка всех докторов Смотрим что там у нас Там у нас Какая-то История непонятная Видно что нет уже смазки Ну короче Вот так Ну что Будем менять Успешно Что-то в Сызранске Будем брать Все сниму Друзья Кардан нужно снять Ездить без кардана Пока вы его не отремонтируете На 2 в 5 Ну и стараться нигде не доставать Что-то у нас ошибки не вышли Так вот Так вот Пойдем Говорю за часом Пройдайте Вопросы Берем за О О О Кода Берем Воды Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Нам надо только сорвать. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Так. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение 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 в следующей серии. Вернее, передняя, там где коробка, с ней ничего. Сейчас покажу, займем. Ну, пока мы туда дойдем, давайте осмотрим места. Шикарное состояние, редукторное посадочное место, оно само по себе не лептит, я уже проверил, там тоже все в шикарном состоянии, ничего не лептит. И еще раз, друзья, вот та вот штука, ну, что-то с ней делаете. Вот это вот. Защита вот здесь, слышите, как бежит. Так, собираем болтики и выносим кардав. Еще раз, в положении 2ВД ездите, сколько влезет. Главное, главное. Вот так выглядит кардан. Главное в положении 2ВД не буксовать. Когда заглянуть, видно, что состояние, что ржавчина из нее высыпается. раз, теперь по стукам, вот она заклинила, вот, и вот она заклинила. А я все езду. Разбивал дальше все. Видите, вот, ну вот она не идет. Давайте я вам покажу на сравнение. Видите как? И тут тоже самое. Но все равно менять их надо будет в паре. Так, теперь, ну и мы видим, да, что это завод, что там все заштиховано, завальцовано. Ну, а здесь она даже, даже не двигается. Она давно-давно подживела и двигается только вот в таком диапазоне, как-то вот в таком диапазоне машина и работала. что очень круто. Ну, и к смотру, и к смотру вот этот подшипник. Вращается он без люфтов, без скрипа. Но мы его все равно будем менять. Сюда будем надевать пыльник. Вот это будем разворцовывать место. В общем, как-то так. Как-то так. И ремонтировать все это дело. Главное, когда будем разбирать вот здесь вот, отметки поставить, прям линию, где что было, чтобы не нарушить его конструкцию. Видно, что это грузики. Вот номера нигде не вижу такого кардана. Но я догадываюсь, что он оригинальный. Как бы все на это, все на это смахивает. Значит, друзья, продолжайте смотреть этот ролик. Не переключайтесь. Дальше много интересного. Мы экономить будем по максимуму, но при этом колхозе по минимуму. Значит, тиски, вы видите, у меня маленькие. Они не справятся. Поэтому я уже заказал домкрат на 20 тонн. Съезжу на металлобазу, куплю пару металлопрофилей. И мы с вами соорудим. Я уже давно об этом думал и хотел. И вот пришла нужда конкретно соорудить пресс, гидропресс своими рукавами. То есть мы прессом будем потом все это делать. Значит, я уже купил вот такую развертку ручную. Вот она вот так выглядит. Почему-то в камере они, кажется, такие большие. Я в руки взял ее. Она довольно маленькая. Смотрите, моя рука. То есть она как две руки. Этой разверткой мы будем развертывать вот это посадочное место, подбиваться. Значит, в пути у нас находятся новые крестовины две. Туда пыльник от Нивы за 40 рублей. И там чего-то там по мелочи еще. А пока все это идет, в недельке две я буду ездить без кардана. Ну, конечно, такое состояние это ужас. Обычно снимают с машины, оно в нормальном состоянии. Ну, не в таком, не в заклинившем. Она заклинившая в двух. Вы видите позициях? И вот так не двигается. И вот так она не двигается. Пробег на автомобиле 110 тысяч. Состояние, боль, печаль, льда, ужас. Предыдущий, кстати, владелец, я купила машину было 95 тысяч. Предыдущий владелец, женщина, она не ездила в 4 ВД вообще никогда. И на авто тоже. Она ездила всегда на 2 ВД. И я, когда ее покупал, я залез и смотрел состояние кардана. Он был в идеальном состоянии. В идеальном. То есть никаких листов, ничего не было. Я ездил все это время в состояние, в положение авто. Ну, вот я его, наверное, и приговорил. Но это не значит, что нельзя ездить в положение авто. Нужно ездить в положение авто. Ну, думаю, с этим подшипничком он походит еще. Оленец. Так, продолжаем видео снимать. Так, друзья, ну и раз мы будем ездить на машине, пока не починим кардан, вот это дело все медной смазкой. Вот таким вот образом надо. Ну, не то, что прям надо. Можете не делать, но я и сделаю. Так, здесь-здесь и вот здесь. И вот здесь. Лишним это точно не будет, зато пока будем ездить, какую-то коррозию оно предотвратит. Все, всем хорошего просмотра дальнейшего. Итак, друзья, ну вот таким вот образом разворачивается все. Значит, купил я вот такой вот штангенциркуль. Ссылку тоже в описании оставлю на него. Серьезный аппарат. Значит, вот если померить, сейчас стоит размер. 20 миллиметров и две десятки. А вот это само изделие, оно очень точное. И оно у нас 21 миллиметр ровно. Вернее, 20 миллиметров ровно. А размер сейчас стоит 19,4 десятки. Значит, что делаем? По чуть-чуть, по одной десяточке вот здесь вот накручиваем. И прям вот так вот рукой, опа. И прям вот так рукой разворачиваем. Значит, размер надо задать 18, ой, 19 и 8. Две десятки в диаметре оставить. Или сотки. В общем, продолжаем. Крутить, накручивать, наворачивать. Разоры я сделал одна десятка, ну где-то 0,8. Короче, одна десяточка. Сейчас смотрим, как она запрессовывается. Чуть-чуть накося пошла, да? Да. Так, надо назад. Накося нам не надо. Вот так вот. Наравниваем. Наравниваем. Вот сейчас ровно идет. Вроде. Ну, вроде пошла ровно. Так. И это хорошо. Так. Пробуем. Смотрим на крестовинку. Что нам говорит крестовинка? Она туда заходит? Вроде заходит. Вроде нормально. Так. Ну что ж, вторую. Помним, да, что здесь надо смазывать. Вот такая есть масленка. Чтобы оно по маслицу выходило. Так. Поехали. Так. 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 Ни хрена не ровно она стоит. А надо ровно. Поэтому берем. И оставим, что будет ровно. Более или менее. Так. Не пошла. Ну, вернее пошла, но пошла не ровно. А все почему? А все потому, что вот это у нас. Тоже же заходит. Ну, давайте. Как и в прошлый раз попробуем. Вот так. Вот так будем делать. Вот так будем делать. Ну, пошла родная. Так. Все хорошо. Надо бы как-то придумать вот эту штуку. Фиксировать там. Работали. Значит, вот что получается пока. Пока так. Опустил немножко стол. Значит, пробуем вот таким вот образом рисовать. А вот так. 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 Такие вот аппараты. Так, вот оно пошло, значит руку хорошо идет, но наискось так, да? Да, не, вроде, вроде, плотничка заходит, прям очень плотничка. Вот там хорошо гуляет. Так, и смотрим, что мы должны сделать, 3,5 мм вот здесь, вот тут. По-моему еще чуть-чуть. Вот так. Отпустили. Делаем второй, хорошо там ходит. Вот так. 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 Вот это я уже переподжал, это уже много. Оно прям чувствуется, как гундит. Санта-Лючия. Так, ну надо смотреть, что там с обратной стороны. И так, здесь у нас разные теперь зазоры. Так, меряем. Значит, здесь у нас 2,2 мм, 2,2 мм. Тоже. Ну это прям мы попали на ТВ. Так, другое дело, что оно как-то вот сильно прижато. Не знаю, мне кажется, так не должно быть. Хотя оно еще и не дожато. Ну здесь вот зазор большой, может из-за этого. Так, ну ладно, давайте дожимать. Так. Так, смотрим, сколько здесь у нас получилось. Три, почти с половиной. Вот здесь идеально, это то, что надо. То есть у нас там и должно было быть где-то три с половиной. Посмотрите, давайте дожимаем так диапазона. Так, вот так. Теперь, конечно, я буду делать это. Так, вот так. 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 Думаю одна десятка это много, думаю дозор должен быть намного меньше, так и сейчас кстати лучше стало. Так, надо рукой взять штанговую сетку поменьше. Что здесь? 2,4. А должно быть тоже 3,5. Ой-ой-ой. То есть она как бы уперлась. Ну кстати так нормально. Я не знаю как эти крестовины должны работать, но как по мне нормально смажется и будет хорошо. Так, смотрим что в итоге получилось у нас. Так, первая, ту которую сейчас сделали. 2,6. 2,7 даже можно так сказать. 2,7 с одной стороны и 3 и 3,20 с другой стороны. 2,7 и 3,20. 2,8, 2,7. Так, 2,7 и 3,20. Соответственно нам надо сместить получается на… так. 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 Ну на две десятки. Ну чтобы вы понимали это совсем мало. Две десятки поймать тяжело, безумно тяжело. Ну надо. Я думаю это где-то вот так было. Ну и смотрим. Так, это будет за кадром естественно. Три ровно. Так, друзья, и с этой стороны у нас три с половиной. Там три ровно, здесь три с половиной. Ударим еще. Сделаем по три с половиной с каждой стороны. То линии. Так, значит, наверное, нужно вот один вот такой вот оборот. Раз, один. Мерим. Три с половиной. Вот, что-то две с половиной показывает. Вот. Два укола я ей поставил на этот раз. Мерим. Прижала она ее капитально, конечно. Так, мерим. Ну, так и осталось, 2,8. А здесь… А здесь уменьшилось 3,2. Стало. 3,2 стало. Ну что ж, давайте контрольник. Разница в полмиллиметра – это критично. То есть нам надо эту разницу сократить. И еще два укола. Вот так сделаем ему раз и два. Один раз. Мерим. 2 и 3, 2 и 3, то есть сократилось наоборот расстояние, а с другой стороны 3,2 что-то странно как-то какие-то процессы не те которые должны быть идут давайте наверное уколами имею ввиду полный шток донкрата на 3,2, ну все потому что он уже прямо аж стал холом дыбом и тут что-то визуально кстати произошло какие-то изменения так смотрим эта сторона которую сейчас мы делали 3 без 5 соток 3,2 3 без 5 соток и 3,2 ну вот там где 3 без 5 соток еще делаем 2 укола вот так вот Продолжение следует... Раз и двадцать. Так. Теперь здесь три ровно, без всяких соток. На одну сотку можно просто не попадать. А во втором три ровно. Я думаю, что надо так и оставлять. Три, десять, три, два. И визуально оно особо не отличается. Но, друзья, очень и очень плотненько стоит. Прям плотно-плотно. Не знаю, так ли оно должно быть или нет. Наверное, так должно быть. Так, что теперь? Теперь очень интересная будет процедура. Поехали! Значит, фреза из Поднебесной. Ссылку оставлю на нее в описании. Один миллиметр. Выглядит она вот так. Обзор на них тоже есть на моем канале. Вот так выглядит эта фреза. За 200 рублей купленная. Ну, соответственно, шуруповер. Соответственно, первая скорость. Поехали. Ставим ее. Знаете, можно даже, наверное, вторую скорость. Будет просто быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, отлично проходит. Правда, уже пару зубов. А, вообще, все зубья поломались почти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Осталось... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. Вот так вот. Знаете, несмотря на то, что осталось два зуба, она все равно пропиливает свое дело-дело. Так, ну что ж, как-то так. Пробуем одеть кольцо. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так. 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 Все, кольцо там сидит. Ну, правда, оно болтается, но сидит. Так. Ну и давайте попробуем, несмотря на то, что там осталось два зуба. Вот, смотрите, болтается, конечно, колечко. Так. Пробуем с другой стороны сделать то же самое. Так. А что у нас с кольцом? Ну, оно у нас... Ну, один миллиметр и пять соток. А фреза, что, больше, чем один миллиметр? Один миллиметр и пятнадцать соток фреза. Ну да ладно, да бог с ним. Поехали. Я думаю, знаете что, надо сюда капнуть смазки. Вот так. Так. И еще. Продолжение следует. 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 Так, берем каждую руку. Ставим какие-то упоры. Думаю, вот так это будет все выглядеть. Друзья, чтобы вы понимали, я построил этот пресс для того, чтобы прессовать вот эту вот историю. Так, что здесь? Значит, плохо стоит кардан, мне не нравится. Надо в районе стола, в районе его жупы что-то серьезное положить. Подложим здесь, поставим наверняка. Вот так. О! То, что надо. Ну, вроде бы как все ровно. Так, откручиваем. Уже зажимается. Друзья, вот так выглядит. Это моя конструкция. Вот на лестнице все это дело стоит. Ну, скептики, естественно, можете писать. Так, вот эту штуку смазали. Скептики будут писать, мол, так это не ремонт. Поверьте, будет она ходить намного больше, чем… Так. Ну, важно же выстоять. Вот у нас, что ли, пошли. уже да не ровно да давайте ровнять вот так кардан сам подымается вот так вот так вот так Продолжение следует... 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 Нет, здесь, конечно, нету 3.5. Не хватает, где-то миллиметра на глаз просто видно. Сразу говорю, без пресса можете даже не рыпаться. Так, вот так. Вроде бы как хорошо. Почти три. С другой стороны вышло или нет? Вышло. Тоже почти три. То есть все, мы в размере, друзья. Смотрим. 2.85. 3.1. Еще раз перемеряем. 3.1. В возъезде 3.1. В возъезде 2.85. Можно еще маленько придавить. Самую малость. Так. В возъезде 2. В возъезде 3.1. В возъезде 3.1. Гайку начало гнуть. Гайку, которая подставка. Я думаю, что всё на этом. Странно, стало ещё меньше 2,75. Было 2,9. 2,7 уже. Ну что, выдавливает обратно. 2,7 остановилась. Смотрим, что на другой стороне. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 7. 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 8. 8. 8. 8. 9. 8. 9. 9. 9. 8. 10. 9. 10. 9. 10. 21. 10. 11. 12. 12. 12. 21. 1. 12. 12. 12. 12. 12. 22. 12. Здесь 3.1 у нас вообще, стало 3.2, 3.1, еще глубже ушло. Забыл ее зафиксировать и опять. Забыл ее зафиксировать. Забыл ее зафиксировать. Утомила меня эта процедура. Просто и гонять туда-сюда тоже как бы не делать. И оставлять так тоже не делать. Забыл ее зафиксировать. 2,7 так и осталось. Ну что ж, это такое, а? Ну, здесь 3. Ну что, будем тогда давить сейчас. Раз оно не хочет по-хорошему, как говорится. Будем тогда сейчас сильно давить. Потому что не идет. Мне кажется, что оно идет, оно не идет. Раз. Два. Два петуха. Сейчас 2,7 так и осталось. Жесть такая. А здесь. А вот здесь. А вот здесь стало тоже 2,7. Нет, 3,0. А здесь стало. А здесь стало. О, вот сейчас прошло, прошло чуть-чуть. Прям видно было. Не чуть-чуть, а 3,4 встава. Блин, это тяжело, конечно, поймать это все дело. 3,2. И вот оно назад как бы уходит. 3,3. 3,3. Почти 4. 3,4. 3,35. Хотя было 3,2. Где-то вот здесь, да? 3,4. А вот с этой стороны видно, как оно ушло назад. А здесь у нас 2,3. 4. П?... 4,3. В pełнянная. 2,3. Продолжение следует... 4,4. Юлия убит... Ка-мя, это... Я выбила Алина Охмал. Ка-мя... Так, 2.65, 3.0. Так, 2.65, 3.6, 3.7, 4. Ничего не изменилось Показалось Было, было, было Чуть-чуть совсем, но было Ну что Попадем мы или нет Так, 3.0 3.10 3.0 3.0 2.75 Вот твою медь Вот оно и входит, и гуляет Две десятки Много две десятки Давайте попробуем Эту историю Немножко Если мы не можем так Давайте попробуем С помощью старой Технологии Древней Старой Древней Технологии Вот она Наша древняя технология Технологии не идет древняя технология 3 0 2 и 7 либо три с половиной и два либо 3 0 2 и 7 это вот Продолжение следует... 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 Физо целое. Физо целое. Ну вот должно все получиться. Это надо зажимать. Так, есть. Попал швадик. Ой, блядь. Туда опять какая-то херня попала. Вот так. Отлично. И закручиваем, чтобы он нам уже не мешал. Так. 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 Насколько здесь? Это на 7. Значит на 8. Вот так. Вот так. И немножко. Вот так. Вот. Вот. Значит здесь получилось. Ну этот пока еще вот так себе. Не точно все. потому что супер фреза. Спасибо. Ну что же. Поехали. Спасибо. Продолжение следует... 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 ну вот как то так краска быстро сохнущая по идее все должно получиться в лучшем виде так ну и так как на самой кисточке осталось еще краска можно видео потратить вот сюда это не обязательно еще раз просто на кисточкой осталась краска как бы почему бы и нет всякого рода места почему бы и не прокрасить ну вот как то так для себя же все-таки делаем дальше вытираем кисточку кладем ее обратно в воду где она и лежала все это время закрываем баночку друзья вот такой был ремонт значит что в итоге в итоге вот что никаких люфтов нет все шикарно значит вот это вот когда у вас ну поначалу немножко хрустит ну так как бы подзакусывает вы чувствуете это все фигня оно потом расходится то есть для новой я так понял крестовина это норма сложно это или нет решать вам самим я считаю что 40 тысяч или 30 или 20 или 15 даже за кардана дать это жесть это много значит вот пресс рядом мне обошелся в пять тысяч рублей это три тысячи за домкрат и две тысячи за металл я сам за все варил ну понятно если вы будете покупать это 1015 но зато у вас останется пресс вот так ну что вторую сторону я снимать не буду она делается по дороге значит если это у меня было вообще заклиненная помните да в начале видео то вторая сторона у меня нормальная но она устала понятно видно что это тоже надо все менять вот но это я сделаю уже по аналогии здесь как бы все то же самое снимать показывать в этом ролике не буду и мы продолжим нанять уже подшипник слышите так работает у меня подшипник чтобы уже ставить обратно нормальную деталь хороший домкрат кардан ну все всем прощаемся но ненадолго в ролике мы не прощаемся а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавляем 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 DimaTorzok гайка на 7 используйте опа нифига а как так на 8 большая на 7 маленькая а вот на 8 и она ходит и прокручивается ну да ладно специально так сделали чтобы на 8 и усилия которое позволило провернуться ему ну как бы на этом все так давайте еще вот так смазка сделаем из другой стороны сделаем ту же самую процедуру а потом покрасим ну примерно столько же давайте его достанем так вот получилось примерно столько же сколько и в тот раз поехали напеваем все пошло ведь и раз и назвать куда-то из-под сальничка смотрим откуда вот так давайте еще поводим чтобы она там растеклось как надо ну в общем как то так получилось получилось не очень часть смазки запоролась ну и тем не менее здесь насрал тоже чуть-чуть так но тем не менее миссия сделана заводской смазки добавлена смазка blue вот так и вот этот вот лишнее что вырезан из подсальника тоже можно удалить и кстати blue смазка тоже вылезла это хорошо наверно так друзья все красим значит вот это вот место сейчас промоем очистим промоем вот так промывается вместе со старой краской но это дело мы покрасим сейчас открываем нашу красочку достаем наши перчатки чтоб не пачкали наша кисточка сначала я люблю вот отсюда взять чтобы она не стекала потом уже можно и с банки вот так покрасить покрасить обязательно эти места потому что друзья там мы сверлили срезервовали этот паз ну как говорится от греха подальше лучше все это дело прокрасить чтобы оно не разжарилось и дали с вело все голые участки вот где выглядывает тоже можно прокрасить ну короче как то так везде где вы тут зажимали ее в тиски так а также вот место где мы сам кардан зажимали ну как то так все дальше будем дальше будем менять вот этот вот подшипник и уже устанавливать поехали итак друзья осталось когда крестовины поменяны осталось дело за малым в то же время за сложно осталось поменять подшипник подшипник уже куплен вот он вот такой вот вот такой вот артикулы фирма у него словакия производства фирма фак фак номер ну вот тоже посмотрите подшипник вот такой значит чего надо будет сделать снять вот этот вот пыльник вот он металлический для этого надо что-то острая возьмем отвертку молоток снимаем пыльник потом располовиниваем его да и кстати перед тем как это сделать надо поставить лисочку с половинки потом сошлись смазку там поменяем в общем все сделаем сейчас в лучшем виде для себя же делает заметьте я использую резиновую киянку немножко прокрутить нормальная операция ничего тут сложного нет как видите и а а и Я думал, когда же она упадет у меня. Ну вот, смотрите, вот он пыльник. Он вращается, наверняка и снимется сейчас. А что-то не хочет. Так, кажется, не знаю почему. Надо эту нижнюю часть поставить ниже. Вот так. А он и здесь у меня крутится, да? Вот так. Вот прям есть места, где я не дожал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давайте попробуем чем-то сбить тогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот он у меня, видите, как бы на бачок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА